Дороба, пацаны, махтал от души, прям от души, 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 помогаете, видите меня в ней, я вас уважаю, приезжайте прям в гости, в столок, всех затягивайте, всех примет, блядь. Так, Кость, пришли тебе денежки на телефон, посмотри, купили мы в черном пирожок, а в углу, а в углу за Кока-Колой мы не покажем, что находится. Беларусь, я вот это, видео в тот раз, помнишь, в магазин я его встретил, я забыл назвать на это, на записи, я его снимал. Ребята, мы здесь. Что, Санечка, хуёво стало, да? Вон, сумка твоя. Сумка здесь, там просто мусора для него. Пойдем, в губе сходим, куда он делся. А, не, не нашел, не нашел, найду. А это, а что, в банк ходил, что, хотел кредит взять, что ли? А печать вы, вы сделали эту печать, или это, ты тебе дал кто-то? А с тобой же ходил. А, печать. Да. Женька дал. Женька дал? То есть вы ее не делали? Женька дал, а у меня до сих пор остался. Ну, а ты знаешь, что тебе кредит не дадут никогда в жизни? Мне никогда вообще не дадут, он же давно. Мне вообще его. А зачем эта показуха? Так, посмеяться, народ поглумит. Нет, просто ты там говорил на видосе, я найду, потом тебе покажу. Нет, просто такого не могу. Нет, ну ты не подумал все, понимаешь? Ты пьяный, пьяный и говоришь, а люди по-другому понимают. Ты говоришь такой, я вот сказал маэстре струну купить, а он не купил. Типа я, блядь, зажал, что ли. Мне вот здесь ты говорил, вот когда приезжал этот бомжур-тв, блядь, этот, как его, Антон. Вот здесь же ты сидел, и вот тут он стоял, снимал тебя. Я его просил купить. Ты говоришь, я маэстре сказал, ты у меня мог только попросить, блядь. Вот ты мне говоришь. Я ему сказал, блядь, типа я должен тебе, блядь, я тебе что-нибудь должен, блядь? Может я тебе должен, может я забыл попьянить еще-нибудь? Чувак, ага, вот. Ведите себя нормально, все, паспорта будут готовы 1 апреля. То есть ты мне предупредил. Да, с 15 марта, дай бог, я буду отзваниваться этому чуваку. Да. А, я помешал, нет? Нет, ты нам никогда не помешаешь. Спасибо, Александр Николаевич. Рост у тебя, правда, блядь, не влазишь ты в камеру, но. Два длиннобудылых у нас собрались. Можно? Да зачем ты уберешь, все равно не умеешь. Нет. Кстати, сколько сейчас времени, не видишь, Олег, на таблок, смотри? Вижу. 19-19. 19-19. Я, возможно, сейчас успею. Сейчас я тебе куплю сруну. Чтоб я не был балаболом, блядь. Там ставим, блядь, все. Сегодня студенты, блядь, поставили мне поездку. Вот, вот хорошая идея. Пошел я, короче, за струнами. Не, разговора нет. Ну. Нормально себя веди, блядь. Иначе, блядь, получите, нахуй. Пиздюнь. Да, что, у меня настройка не получится, у меня пальцы, все. Я посмотрю, может, там по одной продаются эти пары. Нет, по одной не продаются. Я знаю, что не продаются, но, может быть, это. Может быть, есть. А такие они стоят 30-50-40 рублей. Да фига стоят, вообще до фига. Я бы сам бы уже сделал. А почему на шестой? На шестой? А как раз ту сторону сейчас. Ну, пойдемте на шестой, да, а я за струнами. Короче, на шестом встречаемся. А мы на шестом. Мы прям там, там гоняем. Давай, давай. Лучше, ничего не потеряем. Ой, вкуснее. Выделим из своих десятку. Я сегодня потерял. Черный, на шестом, короче, встречаемся. Я сейчас отойду, подойду. Пойдем, мы шутку. Да. Десятку сегодня про фуфукова удалит. Ладно, мне себе. Загасник небольшой. Так, вот ветер. С ветром надо бороться. Научили меня люди грамотные, как это сделать. Вот он наш, Савеловский вокзал. Надеюсь, что магазин до восьми. Куплю струны. Так, ну опять мы в нашем любимом магазине. В любимом магазине. Сейчас мы пойдем купим анбе струны. Вот он. Продолжение следует... Цены... Это вообще бесценно... Ну ладно, это лирика... Пойдем за стороны... Молодцы... Струны на акустику... Что-нибудь пожестче... Пальцы деревянные... Блин, нет маски... У вас нет маски? Попробуем... Пойдет... Попробуем... Проводить наказ... Расскажите... И с чеком я забираю... Хорошо... 480 рублей... Не теряйся... Попробуем... 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 480 рублей нет такие струны самые средней паршивости так чек есть где-то за страны малый человек вошли в положение сколько игрушек красивых вот ребята струны сейчас передадим губошлёпу уроду этому за его добрые дела скот ладно смотрим дальше я думаю они еще не пришли сюда пришли отдаем струны натянем их держал что это такое струны сейчас будем тебя вешать за твои добрые дела 405 хатка олега длинного не пошел сюда бутылку взял так ребят струну я поставил но здесь смотрите проблема какая сейчас мы сюда какой-нибудь затолкаем карандаш пониже были струны амбина гитара вот такая амбина гитара амбина гитара амбина гитара амбина гитара александр николаевич сыграй пожалуйста пожалуйста а я вас сниму серж пожалуйста на экран не наступай амбина гитара александр николаевич ребята человек 100 дней не пьет александр николаевич александр николаевич александр николаевич сейчас мы повторим тишину поймаем молоди 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 люди тишину поймали слушаем но как каланы где тумбра и тайга круглым среди забытых ньевей и баллов тебя я следил твоей подругой синюю кос dikkу с небы Снеги продолжались светиться вам, Вы селенным сетями увлеклись. Я подошел к вам и руку подал, Вы стрепенулись, поднялись. И я заметил блеск твоих прекрасных глаз, И подал руку, прикладил дружить. Дал отец слова быть военным, На веки верность сохранить. В любви и ласке время незаметно шло, Пришла пора и кончился мой срок. По актеровке, врачей-путевке, Я покидаю ладилян. И вот я покидаю свой Колымский край, А поезд все быстрее, чуть на юг, И всю дорогу бою я Богом, Приди встречать меня, мой друг. Огни простого поезда захватил в пути, Вагон к перрону тихо подходил. Тебя больную, совсем седую, Наш сын к вагону подводил. Тебя больную, совсем седую, Наш сын к вагону подводил.